Приветствую вас. Я хотел бы, чтобы мой ответ прослушали по возможности не только вы, но и ваш мужчина, которого вы любите. Вы писали мне в личку, я сейчас публично об этом говорю, писали вы мне в личку, задавали мне такого рода вопрос, какой вы пишете сейчас в публичную. Вот. И я отвечаю вам на него, на самом деле будучи уверенным, что вам не понравится мой ответ, будучи уверенным, что ничего он в вашей жизни не изменит, потому что, это как показывает мой опыт и практика, люди меняются только в том случае, если они хотят меняться, если они не хотят менять себя. Вот. Соответственно, если у вас нет такого желания, если у вас нет желания меняться, если у вас нет желания расширять свой кругозор, смотреть на вещи иначе и подвергать сомнения, подвергать сомнению ту позицию, которой вы сейчас придерживаетесь на данный момент, то мне кажется, что смысла вообще вот в этом вопросе нет и быть не может. Вот. Значит, что я хочу вам сказать. Значит, ну во-первых, если вы полюбили другого и другую, то это означает же, что с супругом, да, каким бы он ни был, вы уже из жалости только. Из жалости и из желания его спасти. То есть, он без меня не проживет, например, он без меня там вообще пропадет и так далее. Только момент. Если вы считаете, что ради супруга, да, стоит жертвовать своей жизнью, вот, что это ваш выбор. В случае, если вы будете жертвовать своей жизнью ради супруга, инвалида, то вы счастливы не будете никогда. И вся ваша жизнь превратится в ад, по сути дела. Ваш супруг, зная, что стал причиной этого, потому что даже если о ваших отношениях они не знают, то они все равно чувствуют, они все равно чувствуют, что вы с ними не счастливы, и они тяготятся этим, если у них есть к вам чувства. Они тяготятся тем, что из-за них вы не можете жить полной жизнью. Вот. Из-за них вы не можете жить полной жизнью. И им, соответственно, от этого еще становится более хуже, чем, к примеру, могло бы быть. То есть вы, помогая им в действительности, вредите. Если люди, в частности, ваши супруги, не тяготятся, а считают, что, к примеру, так все и должно быть, то эти люди по сути вас используют. Хотите ли вы быть вместе с теми, кто вас использует, это уже ваше право, это уже ваш выбор. Если исключительно и только вам решать, будете ли вы такого рода человека или нет, это исключительно вам решать, это исключительно ваша юрисдикция. Считайте, что это нормально, что супруг использует вас на здоровье. Вот. Дальше. Дальше. Тот факт, что вы влюбились друг друга, имея супругов, вот, неважно, инвалидов или нет, потому что из супругов инвалидов влюбить можно, в принципе. Вот. Говорит, говорит о том, что ваши отношения с ними, с супругами, у каждого из вас уже закончились. Давно закончились. То есть, если для вас обоих стало возможным влюбиться друг в друга, имея каждый супруга, да, то значит, чувства до к ним у вас уже давно прошли. Тут возникает вопрос. А почему чувства прошли? Ну вот, просто. Почему прошли чувства? Из-за инвалидности, к примеру? Вряд ли. Ну, по крайней мере, если это действительно была любовь между вами, между вами, между вами и вашими супругами. Не должна была она пройти от наступления инвалидности. Если это была именно любовь. Значит, есть сильные подозрения, что любви там не было. Никогда. И уже очень давно, по крайней мере, до того, как вы друг друга полюбили, вы со своими супругами несчастливы. Несчастливы. Понимаете, если вы несчастливы со своими супругами, это означает, что вы не развиваетесь, вы не идёте вперёд. Если не идёте вперёд вы, то вы не даёте идти и супругам своим. Да, у этих людей инвалидность, но, что происходит? Эти люди за счёт вас, против вашей воли, тяготя вас, живут, используя вас, по сути, как рабов. Я не думаю, что кому-либо что-либо даёт право использовать другого человека, как раба. Я не думаю, что кому-либо что-либо даёт право считать, что его жизнь выше, ценнее, чем жизнь другого. И если так случилось, что супруги стали инвалидами, и если так случилось, что чувства к ним вы больше не испытываете оба, ну, каждому из ваших супругов, то нужно быть честным, по-взрослому, без жалости сказать им об этом. Сказать им о том, что вы хотите развестись, не потому что они инвалиды, а потому что чувств у вас к ним больше нет. И это будет честно по отношению, по отношению к ним, это будет уважительно по отношению к ним, это будет правильно по отношению к этим людям. Если у вас осталось хоть немного уважения к ним, то вы это сделаете. А когда же жизнь вы решите? Понимаете? Вы решите. История тут в том, что любящий супруг поймёт и примет, и скажет, всё понятно. Тот супруг, который не любит, он будет уговаривать, упрашивать, вызывать вину, слёзы и так далее. И вот здесь возникает вопрос. А знаете ли вы, откуда берёт своё начало, например, чувство жалости? Чувство жалости, чувство вины. Чувство жалости берёт начало из необходимости, потребности в превосходстве, а над другим человеком. Ведь как бы сильно вы друг друга не любили, только супруги могут дать почувствовать вам обоим превосходство. Своё над ними. Это пенящие чувства на самом деле. А друг другом, несмотря на то, что вы любите друг друга, вы себя так уже не чувствуете. И, несмотря на то, что вы друг друга любите, вам будет больно, что вы друг от друга вместе с тем не зависите. Ведь каждый из вас может уйти друг от друга. Каждый из вас может покинуть другого. А вот супруг, инвалид, он не покинет. Он будет с вами. Всегда. И вы знаете, что он зависим от вас. Вы знаете, что он никуда не денется. И это греет душу. Вы не останетесь в одиночестве. Понимаете? Так вот, честно, посмотрите в себе. Посмотрите в себя. Посмотрите на себя в зеркало и спросите у себя. Почему мы с супругом? Вы помогаете им, каждый своему супругу? Хорошо. Но истина в том числе и Бог говорит, сперва нужно помочь себе, сперва нужно позаботиться о себе и потом о других. Никогда не наоборот. Никогда не выщерб себе. Это означает, что позабудьте сперва о себе, а потом вы беспокойтесь о супруге. Не заботитесь о себе и принижая себя, вы вредите супругу. Вот и вся история. Чувство вины проистекает из остаревших норм морали. Никто не говорит, что вы привязаны к своему супругу только потому, что он инвалид. Никто об этом не говорит. Жестоко, да, это жестоко, но такова жизнь. И вы либо принимаете эту жизнь с такой жестокостью, либо нет. Никто не говорит, что вы должны быть спасителем для своего супруга. Вы можете ему помогать, пока вы этого хотите, пока есть любовь. Но это и так случилось, что вы полюбили другого, что вы в праве супруга с его лапками. Сдайте его, сдайте его в дом инвалидов, обеспечите ему достойный уход. К примеру, это все можете выделать, это все можно купить. Это то, что ваш супруг получит. Это то, что вы способны все сделать. Но не класть свою жизнь на алтарь этого человека. Не класть. Потому что жизнь у вас одна. Понимаете? И вы ее живете. Вы эту жизнь проживаете. И если вы готовы положить свою жизнь ради жизни другого человека, которого вы не любите, просто из чувства вины, это означает, что вы себя не любите. Если вы не любите себя, то вы никого не любите. Вы не способны любить никого. С супругом, например, с супругом у вас одно чувство, чувство жалости, чувство вины. К друг другу у вас, возможно, какое-то другое чувство, например, ну, например, желание почувствовать себя свободными, здоровыми и так далее. Понимаете? Еще раз повторю. Вы несчастливы. Вы, именно вы, испытываете свое собственное чувство несчастья. И ни один человек не имеет права своим присутствием, своим существованием это счастье у вас отнимать. В древности от больных и инвалидов избавляли, их просто убивали. Сейчас цивилизованный мир, сейчас этим людям могут предоставить уход. Сейчас этим людям могут предоставить заботу за необходимое, да, на не очень хороших условиях, да, на не очень хорошем уровне, но здесь все зависит от материального достатка. И, кстати говоря, там эти люди будут чувствовать себя свободнее, чем здесь, ведь они не будут чувствовать себя обязанными вам. А значит, смогут расти, развиваться и найти себя в своей новой жизни. Могут даже встретить счастье. Как вы думаете, достойны ли ваши супруги жить с тем, кто их не любит? Ну, ладно. Или вы считаете, что материальное благосостояние это единственно важный аспект? Спешу вас разуверить, что это не так. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Обязательно прослушайте это сами, дайте послушать своему мужчине. Вот. Я рекомендую поговорить с супругами и сказать откровенно, что вы их больше не любите. Не обязательно говорить сразу про отношения, про то, что вы едете друг у друга. Но скажите супругам, что вы больше их не любите. Поднимите этот вопрос. Решайте этот вопрос. В теории вы можете догнаться всех четвером и все четвером все обсудить. Я уверен, что четверо людей способны решить любой вопрос. А вы? Главное отбросить чувство стыда. Главное преодолеть истерику, которая может случиться у кого-то из супругов. Главное преодолеть обвинения. Главное быть уверенным. Уверенными в том, что вы идете к своему счастью, а значит и к счастью других людей. Нельзя сделать кого-то счастливым, не будучи счастливым самостоятельным. Просто запомните это. Это одну простую мысль. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.